Российские фермеры запустили новый антикризисный проект. Уже сегодня все желающие могут приобрести овощные сертификаты, чтобы завтра, а точнее осенью, получить набор продуктов прямо к столу. Таким образом, покупатели могут обезопасить себя от инфляции, а производители собрать деньги на посевную. Правда, некоторые риски все же есть, например, возможный неурожай, но аграрии это тоже учитывают. Алена Германова узнала подробности. Горы картофеля на нижегородских складах уменьшаются день ото дня. Все, что зимой здесь бережно хранилось, сначала перебирают, затем лучше отправляют на посевную. Через этот сортировочный стол проходит 30 тонн картофеля в сутки. Уже отобранную партию еще раз внимательно осматривают. Здесь хорошо знают, чем качественнее семенной картофель, тем больше будет урожай. Мы планируем урожай в пределах 260-30 центнерских гектаров. Около 90 тысяч тонн мы планируем собрать. Часть будущего урожая продают уже сейчас. Весной деньги, товар осенью. Сертификаты на 75 или 150 килограммов овощей выпустили два нижегородских предприятия. Купить заранее здесь предлагают так называемый борщевой набор. 60% картофеля, 20% капусты, 10% свеклы и по 5% моркови и лука. На стол покупателям в сентябре они попадут прямо с грядки, минуя магазины и рынки, а значит будут дешевле. Экономный борщевой набор, это когда килограмм свеклы, капусты, моркови, картофеля и репчатого лука обойдется всего в 16,5 рублей. За такие деньги столько овощей сейчас нигде не купишь. В тех же магазинах это будет стоить 2, а где-то и в 3 раза дороже. Конечно, по осени, когда настанет время урожая, цены упадут и здесь. Но даже в этом случае обладатели сертификата останутся в значительном плюсе. Самым популярным у населения оказался сертификат на полтора центнера овощей. Вложила деньги в будущий урожай и Наталья. Когда в семье трое детей, копейка лишней не бывает. Особенно если борщ – любимое блюдо. Цены у нас сейчас повышаются. А по овощному этому сертификату получается цена фиксированная. Я купила 150 килограмм. Семья у нас большая. И хватает этих 150 килограмм, я посчитала, где-то на 3-4 месяца. Вот так вот. Температура за 20 – ежедневный полив. Тепличные условия ради будущего урожая. 50 гектаров специальных кассет. Рассаду капусты в мае перенесут на поля. Есть еще время посчитать расходы. Но уже понятно – посевная этого года будет дороже прошлой почти в половину. Одних удобрений этому предприятию надо закупить на 16 миллионов рублей. Овощной сертификат – как один из способов удержаться на плаву. И покупателю выгодно, и у производителя появляются деньги. Посевная для агрария всегда была делом затратным. Раньше помогали банки. Но брать кредиты сейчас стало невыгодно. Есть предложения по кредитам. Но если в прошлом году мы брали кредиты от 11 до 13 процентов предложения, то сегодня до 24 процентов. Брать, по сути, в долгу население первыми в стране стали в Пермском крае и в Ульяновской области. При Волжье пока пробуют. По сертификатам продают лишь десятую часть будущего урожая. Производители уверяют, что и этого достаточно. Ведь если отдавать овощи даже по цене, чуть выше себестоимости, выручки хватит на четверть весенних расходов. Алена Германова, Владимир Бессарабов, Константин Посылкин. Первый канал. Нижегородская область.